Сегодняшняя тема это не относиться к себе критично к признаку отсутствия любви к Иисусу. Не анализирует себя. Это признак его болезни. Это то, что привело к его болезни. Третье. Не исследует себя. Не исследует себя. Четвертое. Самоправедный. Самоправедный. Пятое. Горделивый. Горделивый. Шестое. Надменный. Надменный. Короче, это букет. Как только что вы видите человека, который указывает палцы, Ну, это страшный человек. Это страшный человек. Кто меня знает. Ну, кто со мной общался. Как только что, если кто-то приходит ко мне, жаловался на другого человека, этот человек попался. Потому что я начну такую лекцию считать. Только не тому, о ком он говорит. А ему самому. Потому что для меня это признак, что он сам воной. Узко мыслит. Узко мыслит. Имеет мелкое мышление. Мелкое мышление. И не имеет тесных отношений с Богом. Потому что Дух Святой его не обличает. Теперь слушайте сюда. Есть ли люди, которые вы знаете, начиная с себя, которые видят проблемы и недостатки других? Есть такие? Или вы таких не знаете? Никогда не встречали? Ага. Помните тот нос? Римлянам, 14 глава, 3-й, 4-й стихи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Вообще, Бог такой либеральный. Бог такой понимающий. Бог такой прозрачный. Как часто мы хотим загнать всех под огнем гребенку. По свою именно гребенку. А Бог как говорит? Эй, успокойся. Успокойся, дорогой. Ты так смотришь? А это так смотришь. Если ты есть, ты себе на здоровье. А мы любим сказать, нет. Я же не ем. Сознай, что запрещено. Нельзя. Что тебе сказать? Он хочет. Пускай себе так смотришь. Если это не грек, дай человеку жить, в свою жизнь. Не надо под одну гребенку. Бог понимающий. Главное, чтобы человек двигался к истине. Опять же, не дела определять грешника. А его состояние сердце. Чтобы он двигался. Чтобы он стремится. А дела есть, не есть. Это не то, что определяет грех. А это состояние, направление человека. Он стремится к свету. К истине. Любит истину. Любит Бога. Он представляет Бога или нет. А дела есть, не есть. Для кого-то это грех. А для другого это может быть не грех. Вы можете себе представить, что есть на Западной Европе серпи, где пасторы курят. А в Западной Европе вообще-то полмира, полкристианские миры, протестанты, пьют вина. И пиво даже пьют. Мы, допустим, не пьем. И желательно нам не пить. И мы не хотим пить. Но я к чему говорю? Просто о том, что не это определяет веру. У кого-то есть вера, это делать, для него будет не грех. У кого-то этого нет. Для него это будет грех. Но главное стремление сердца человека. К чему человек стремится? К чему он стремится? К правде, к истине, к цару, но к Богу, любит Бога, проставляет Бога. То есть очень важно, чтобы мы поняли, что, вот допустим, сейчас, почему я не поощрял, чтобы люди исповедовали грехи? Не в грехах конкретно дела, а в любовь истины, состояние, пребывание. Дела могут быть разные, но где сердце? К чему стремится к сердцу человека? Если мы постоянно пребываем в любви истины, это уже опасно, это ад, потому что мы вообще его не видим. И мы не можем его менять. Но человек, который делает какое-то неправильное, он может попасться, попросить прощения и уйти дальше. Но когда ты не видишь вообще, ты вообще не можешь стремиться к этой истине. Вот почему мы говорим, состояние. А если состояние не жить в истине, уже стало нормой, тогда ад пахнет. Вы ловите, нет? И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Вот почему я вам говорю, что даже те, которые ушли из церкви, посыл с собой, или даже предали, или, ну, что-то делали, это не мой прерогатива, сказать, что вот он все, ну, ненавидит его, обиджастранного, он нарушил не мою заповедь, не мое слово, он нарушил его слово, потому что он с ним разбирается. Но раз он служит Богу, раз Бог его понимает, может, в этом плане он не понимает, но в другом он старается. Поэтому не надо ставить крест на людей. Потому что человек пожнет, что он стоит, но нам у нас одна только обязанность любить всех, ну, будем слушать. Предал тебе, не предал. Моя обязанность одна, любить всех, независимо. Перед своим Господом стоит он или падает? О, даже если он падает, ну, ты что? Такое впечатление, что у людей праздник, что кто-то падал. Зачем ты вообще его осуждаете или вообще обсуждаете? У тебя что, твое падение меньше? Только никто об этом еще не слышал. Но если человек уже служит Господу, перед своим Господом, он Богом служит, он сломится, Бог знает, как его восстановить. и будет восстановлен. Видишь? Ибо силен Бог восстановить его. Почему чужой грех сразу бросается в глаза? Одна из причин того, почему мы часто не видим свои грехи, но видим грехи других, заключается в том, что мы думаем, что критиковать другого человека, который грешит не так, как я, оправдано. Грех других всегда кажется более серьезным, чем свои грехи. Потому что в отношении грехов других мы прокурор, а в отношении своих грехов мы адвокатами сразу становимся, адвокатами сразу становимся. Адвокатами. Когда я грешу, я прошу, чтобы, я прошу и требую милость. А когда другой грешит, мы требуем суд и справедливость. Вообще-то будьте осторожны от людей, которые требуют справедливости. Они убьют вас однажды, потому что вы обязательно что-то сделаете не так. И если они требуют справедливости, это будет уже в отношении к вам. Люди, которые требуют справедливость и суд, это опасные люди. Потому что они будут скрывать, когда они делают что-то не так. Потому что они понимают, что теперь справедливость и суд будет в отношении к ним. И они уже люди, но лице-меме. Поэтому, прежде всего, не справедливость и суд мы требуем в отношении других людей. Мы требуем восстановление. Мы требуем любовь. Мы требуем покрытие во отношении братской. Не осуждение. Попытка осуждать и указывать на ошибку других людей, это попытка самоутвердиться. Это попытка слабости. Это попытка сказать, что я лучше него. Хоть я праведнее в чем-то. Или вот, это человек вроде бы какой-то, хотя бы, я не такой уже страшный, грешный, как тот. Хотя перед Богом все алкоги грех плохо. И нету какой-то грех, который более страшный, чем другой. Перед Богом все грехи одинаковы. Поэтому бесполезно судить другого за то, что он грешит не так, не так, как ты. Девушка там, которая, по-моему, метиска, какая-то, из России, да? Это не из Новомосковской, не из Суфы, или как, откуда? Подойдешь в Новомосковск, там, где пастор Баба, да? Или Аба, Баба, да. Подойдешь ко мне завтра в офис там. Хорошо? Это ты мне писала письмо? Окей, видишь, тебе повезло, я тебя заметил. Видишь как? По контакту я видел твоё фото, я узнал. Видишь, какой? Грех других кажется всегда более серьезным, чем свои грехи. А так как мой грех поменьше, не такой значительный, это якобы дает мне право указывать на другого пальцем. Это лицемерия. В чем причина различий между людьми? Римлянам 14 глава с 5 по 8 стихи. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Допустим, ко мне кто-то приходит и говорит, что я торгую алкоголем. И говорит, можно продавать, потому что из Польши не рассказывает. Это мой бизнес, если я перестану, ресторан закроется, ну вот это единственное, что продается, вот это самое, вот, но братья говорят, нельзя, а вот я к вам пришел, вы мне посоветите, но может быть, ну вот, я не знаю, это единственный источник, но что вы скажете, посоветуйте, пожалуйста, вот, но люди откушат, если не покупают вино или водки, но там в принципе я не хочу, но вот, ну что вы скажете, ну, потому что люди ищут визу, лицензию твою, чтобы сказать, что это ты дали, я сказал, слушай, в принципе, и очень важно, чтобы мы это поняли, друзья, в принципе, я не сторонник, я говорю, кто вам сказал? Я говорю, сколько вы в церкви? Он говорит, ну, полгода. Я говорю, кто вам сказал, что нужно перестать продавать? Ну, вот, поэтому я и не хотел прийти к Богу, потому что, потому что, все, я боюсь, что я приду к Богу, надо перестать, потому что всем мне говорят нельзя, а я говорю, это члены нашей церкви вам говорят? но нельзя продавать я буду продавать алкоголь, лишнее, потому что я освобождаю алкоголиков, спасаю алкоголиков, но вы сами должны дорасти до осознания и понимания, когда совесть ваша уже вам не разрешает этого делать. Но ожидать, что я вам дам лицензию или это самое? Нет. Если ваша совесть, я открыл это место, если ваша совесть, вы только полгода, окей, если ваша совесть, пока у вас не осуществляется, ничего страшного, работайте себе, вы не сами не пьете, не пью, вот работайте себе. Или кто-то приходит ко мне и говорит, я работаю официанткой, и это работа моя, ну, я при капокале, пришел к Богу, это мой единственный хлеб и так далее, что мне делать? Я не хочу, это самое, или допустим, другой приходит, говорит, папа пьет, вы считаете сейчас проповедопочтение, а он меня посылает, постоянно, только сигареты купит, алкоголь купит, что мне делать? Я же не хочу, я хочу с одной стороны посчитать отца, с другой стороны, я не хочу, но я же знаю, что это вредно, и мне нельзя, короче, все хотят, чтобы я им визу какую-то отдавал, либо нельзя, либо можно, я говорю, нет, у тебя есть Дух Святой внутри, посмотри здесь, не само действие, вы понимаете, не само поступок, не сам поступок, какое-то страшное, или не страшное, а где твое сердце, ну, вы ловите, что я говорю или нет, считаем это, это еще раз, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равна, всякий поступай по удостоверению своего ума, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает, человек даже может не различать день, и то он не будет грешником, он не может не соблюсти субботу, он может не соблюсти воскресенье, он может даже не ходить в церковь, и то не грешит, все зависит от распространения, Он должен быть Вадимом Духом Святым, он должен, ну, это зависит от того, к чему он стремится, к истине, это как я говорил сегодня с утра, я говорю, проблема не в том, что ты это не сделал, а проблема в том, что ты сказал, что ты будешь делать, и не сделал, разногласен, лучше сказать, я не буду, но ты не сделал, искренне, потому что ты сказал, я не буду делать, или ты сидишь за это и говоришь, ну, я устал, я хочу поспать, нет проблем, ты спи открыто, нет проблем, если ты устал, закрой глаза и открой 6 минут, ну, несколько минут, это истина, проблема в том, когда ты начинаешь говорить, а я не сплю, а на самом деле это уже все, вот это есть проблема, вы улавливаете, да, то есть должна быть истина, истина в том, что состояние внутреннее, то, что ты говоришь, оно соответствует. идентично, идентично, то есть не сам поступок определяет грех, а лукавость есть, или наоборот, это самое, не улавливаете? живи по истине, по зову души, поступок и действия, то, что ты говоришь, должно быть одно и то же, в этом есть истина. кто различает, не для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. поэтому мы не имеем права судить, что он не пошел, значит, он грешен. это зависит от его состояния в данный момент, это зависит от того, что ему сердце говорит, что его, ты можешь сказать, что он за грешен, а он не за грешен перед Богом, и ты уже заработал на себе грех, потому что ты его осудил, когда Бог говорит, что не суди. ты же не знаешь, что, в какой ситуации. кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. кто-то может есть, и есть для Господа, а кто-то может не есть, и тоже для Господа, зависит от того, где его сердце, к чему уж вымлено просто. ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. вы говорите, для кого ты живешь, для чего ты это делаешь, да? а живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господни. да. как нужно поступать с людьми. нельзя заниматься охотой на ведьм. то, что необходимо практиковать в отношении людей, это воспитание, ободрение, и исправление. то есть я не занимаюсь охотой на людей, кто грешит, кто не грешит. дежурство, не надо установить за то, как грешит. а нужно просто заниматься тем, чтобы говорить людям, воспитанием. это значит, говорить людям, что, в принципе, правильно, и что неправильно. как люди должны себя вести. занимайся людьми, на их благо, воспитание. второе, это ободрение, поощрай людей. исправление. исправление. если они что-то так делают, по множеству прав их, ну скажи им вот так, так, но не осуждение и так далее. также осторожно нужно заниматься обличением, потому что суждение и осуждение близки. Иова 36.17 разница между осуждением и обличением. что такое осуждение? осуждение. осуждение, это когда человек судит другого. показывает свое превосходство и указывает пальцем. осуждение, это когда человек судит других людей. показывает свое превосходство. превосходство. он этим самым может сказать, что, по крайней мере, я еще не такой страшный грешник, как тот. хотя я там грешник, но еще не до такой степени, как тот. это и есть превосходство. и указывает пальцем. это значит, что он, вот, ну, он на другую, на другого указывает, чтобы он на себя указывал. что такое обличение? обличать человека может только его непосредственный лидер или руководитель. ты не имеешь права просто идти все подряд, ну, обличать. ты можешь обличать человека, который уже тебя признал как авторитет. Ты можешь облегчать человека, который за тобой идет. Ты можешь облегчать человека, который ждет от тебя исправления. Это правильно. А с теми ты можешь только подсказать. Советовать. Высказать свое мнение. Делая это в духе кротости. Преследуя цель, не осудить человека, а помочь ему. Как следует облегчать людей? То есть самая главная цель в облегчении другого, даже если он под тобой, это помощь. Ты должен преследовать цель искупить человека, дать человеку шанс, поддержать человека, но не дать человека позориться. Но наоборот, когда мы действительно осуждаем некоторый раз, мы хотим их позорить. Мы хотим его облегчать, чтобы ему было стыдно. Нет, это не дух Христов. Нет, мы наоборот облегчаем так, чтобы он не позорился. Даже если ему стыдно, чтобы помочь ему, чтобы он, ну, вешал с этого красиво. Галатам 6 глава 1 и 2 стихи. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою. Ты должен наблюдать за собой, зная, что я сам, что это значит наблюдать за собой. Допустим, я вижу брата, что он колется, или пьет, или курит, или блюдет. Я, прежде чем прийти к нему, наблюдаю за собой, что значит, вспоминаю свои недостатки. Вспоминаю свои несовершенства. Вспоминаю свои места, где я спотыкаюсь. И это смирает меня уже. И это уже готовит меня прийти в духе кротости. Не с позиции сверху и осуждения, а с позиции того, что я сам грешник. Братья, я только хочу тебе помочь не осудить. Чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. В чем может быть искушение в осуждении? Ну, обличение. Он говорит, когда вы обличаете других, смотрите за собой, чтобы не быть искушенным. То есть, чтобы самому не пасть в искушение. О каком искушении речь идет? Если я обличаю его, что он курит, я же не буду курить. Я никогда, у меня это не искушение. Искушение не в его поступке, не в его грехе. А искушение в том, чтобы не дай Бог, ты начнешь осуждать. Не дай Бог, ты начнешь превосноситься. Не дай Бог сам упал в осуждение, или в суд, или в указание пальцы. Вот в этом искушение. Поэтому для того, чтобы не упасть, надо вспоминать прежде свои недостатки, несовершенства. И в духе кротости и смирения приходишь и подсказываешь человеку. Горькие последствия осуждения. Кто осуждает, навлекает на себя еще большее осуждение. Римлянам 14 глава, 11, 12, 13 стихи. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что уничижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга. А лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. То есть Бог намного больше осуждает осуждение других людей, чем другой поступок, который другой поступает, но совершает. Абрахам Маслоу Чтобы избежать разочарования в людях, надо избавиться от иллюзий. Умейте принимать людей такими, какие они есть. Совершенных людей не существует. Можно найти хороших людей, но даже и они временами бывают эгоистичны, раздражительны и угрюмы. Поэтому не ищите совершенства людей. Мы будем разочароваться, когда мы будем думать, что, о, пасы, сады совершенные. О, и нервился на меня однажды, нервился, нервился. И поймешь быстро, что этот человек тоже какой-то грешный, как и ты, который просто старается стремиться к истине, старается угодить Богу как может, старается, как и ты, подниматься, когда падает, и старается дойти до конца. Главное, чего ты любишь, истину, свет, или ты криваешь его. Нет, не надо скрывать, что люди сейчас делают, что ты совершенный. Нет, признайся, что ты несовершенный. Оттуда все, с тебя упадет, ну, груз, кому-то угодить или кому-то рассказывать, что ты вообще все в порядке, белый и пушистый. Белый и пушистый не бывает. Важно быть самокритичным. Что такое самокритичность? Самокритика – это рефлексивное отношение человека к себе, способность к самостоятельному поиску ошибок, оценки своего поведения и результатов мышления. Наличие критики к себе считается условием психического здоровья личности. Если человек не самокритичен, считается, что он физически нездоров. Человек, который не занимается самокритичностью, попадет рано или просто в психушку. У нас в Украине, в Киеве, это называется Павлова. Попадешь. Павлова ждет кого-то. Павлова взывает, прямо ждет. Если ты только критикуешь других, а себя не критикуешь. Умение видеть себя со стороны, умение критиковать себя и каяться, и просить прощения, это то, что спасает о психической болезни. Да, можно аплодировать. Но не умение критиковать себя, не умение исправлять себя, а видеть проблемы в других, доведет тебя до Павлова. Определение рефлексии. Рефлексия, от позднелатинского рефлексио, обращение назад, это обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. В частности, на содержание и функции собственного сознания, в состав которых входят личностные структуры, ценности, интересы, мотивы, мышление, механизмы восприятия, принятие решений, эмоционального реагирования и поведенческие шаблоны. Да, это значит, что смотреть назад, как я делал, как я говорил, что я говорил, мои слова, не оскорбили ли этого человека, мои слова, мои мысли об этом человеке, что я подумал о нем так. «Честно ли это? Или не совсем честно? Не резко ли я высказал этого человеку? Не судил ли я его? О, Господи, поставил ли я себя на место этого человека или нет? Полу вилле я поступил. И тут же каяться, проси прощения и у себя, и у Бога за то, что что-то не дошло. Это оценивать свои действия постоянно, переосмысливать, пересматривая свои действия. Правильно ли я? Это есть любовь к истине. Это есть любовь к истине. То, что я сейчас делаю, не противоречит ли состояние истремлению моего сердца. Не создал ли я другое впечатление, ложное впечатление? Действительно ли я ошу то, что я говорил? Если нет, я туджикаюсь и исправляю это. Вот это очень важно. Возвращение, переосенки своей деятельности, ами, своей действия и поступок. И тут же каяться, возвращаться назад, каяться, переосенить, оценить это все, каяться, просить прощения и идти дальше. Постоянно. Не надо говорить, ах, нельзя замять, надо наоборот возвращаться туда. Нельзя, ну, забывать это. Нет, надо наоборот возвращаться и каяться. Если это касается кого-то, попросить прощения, если нет, хотя бы у Бога, мы должны каяться постоянно перед Богом, просить прощения за каждое действие неправильно, перед Богом, каждый раз. Но, после покаяния, нельзя туда жить, там жить. Нельзя начинать гнибить себя, и начинать себя, ну, угнетать, и начинать себя, не, 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 если ты веришь в Бога, Он тебя исповедовал, Он тебя простил, иди дальше. Исправься теперь. Поступай по-другому, иди дальше, служи Богу дальше. Отличительная черта человека. Согласно Теяру де Шардену, рефлексия это то, что отличает человека от животных. Благодаря ей, человек может не просто знать нечто, но еще и знать о своем знании. Животное может на улице отправлять естественные надобности. Человек отличает от животного то, что он, прежде чем это сделает, он должен посмотреть со стороны, как это будет выглядеть. Ну да, вы же сидите в зале, и вы же не скажете, ой, мне вообще по-быстрому, давай, я так прямо здесь, потому что лень мне туда идти. Не ты думаешь. Это проявление рефлексии. Да. Ты думаешь, стоит ли это здесь? Не, не стоит, там есть место для этого. А животное, он так же не думает. Если бы у вас была здесь собака, он сделал бы это дело здесь, прямо здесь все. Это то, что отличает человека от животного. У них нету рефлексии. И когда вы перестаете рефлектировать свои действия, переосенивать, видеть себя со стороны, стоит ли это, правильно ли я делаю, или нет. Если вы перестаете осенивать себя, критиковать себя, видеть себя со стороны, вы превращаете в ту собаку. Ваша жизнь становится собачья жизнь. Вы перестаете жить, вы прекращаетесь жить рефлексией, как это, инстинктом. Вы не осениваете, вы не гомосапенс в это время. Вы становитесь животным в это время. Потому что вы не осениваете, вы не критите, пьете свои мысли, вы не в невесите свои действия. Это страшное дело не увидеть себя со стороны и не критиковать себя. Это самое страшное дело. Ты становишься животным, потом заканчиваешься Павловой. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 31 и 32 стихи. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вы знаете, я постоянно исправлял людей, будучи пастором, да, постоянно исправлял, потому что я хочу, чтобы им стало хорошо. И они, первое дело, как только что я начинаю исправлять, начинают оправдываться. Это о чем мне говорят? Они не любят истины. Человек, который оправдывается, он от меня получает по полной программе. Кто меня знает? Ты только начинаешь оправдываться, я говорю, хорошо, давай теперь. И я начинал тебя раздевать, так? Потому что это значит, что ты лукавый. И я начинал говорить, ты лукавый. А он говорит, почему я лукавый? Я еще оправдаюсь. Нет, ты лукавый, потому что я еще оправдаюсь. Да, да, нет, нет, все, что сверх этого оправдания, попытка, это уже лукавство. Поэтому человек истины, он сразу кается. Если вы любите признак, человек правды, человек истины, это то, что он кается сразу. И сам исповедует, он кается сразу, он просит прощения, я не прав. Вот это признак человека правды, человека истины. А тот, который оправдывается, это признак человека лукавства. запомните это, оправдание, самооправдание, это признак лукавства. И человек обмана и неправды, человек, который не любит правды. Человек, который любит правды, ему дороже быть и напознать эту правду, ему дороже прийти к свету, к истине, ему ценно это, это его ценность, он любит это, он наоборот ищет, и больше, чтобы его исправили, чтобы его не исправили. Он наоборот благодарит, он любит эту правду, он стремится к этому правду, он только искал эту правду. А человек, который не любит правду, он за свою шкуру, переживай. Он же свою боль, мне дает боль, мне дает боль, он человек, любит себя, не правду любит. Это лукава, человек. Он раз себя, любит, он только себя, и защищает свои choses, свои bonи. А я себе, любит себя, он бы истин, он бы стремил в собаке. Во всем фишка-то. Несколько определений самокритичности. Самокритичность это умение отстраненно взглянуть и оценить себя и свои поступки. Человек, который защищает себя постоянно, значит, он не занимался в тайной комнате самокритичности. Значит, когда он считал Библию, он не критиковал себя, он не считает Библию, чтобы корректировать себя. А Библию, тебе надо считать, только чтобы себя корректировать, чтобы себя глядить. Он не ходил в церковь для того, чтобы увидеть, что у него не так, и корректировать себя. Он не занимался, это для него, это шучно. Поэтому, когда другой человек начинает его критиковать, он возмущается, он не любил, он не двигается, его истина его не тяготеет. Для него он думает, что ты его наоборот не любишь, потому что он человек влюбленный в себе, он человек ба-ноя. Увидеть собственные ошибки и по возможности их исправить. Второе определение самокритичности. Самокритичность это отношение к своим мыслям, словам и поступкам без предубежденности в собственной правоте. То есть, некоторые люди, к сожалению, ой, так им много, они заранее предполагают, что их точки зрения права. Даже я, кто меня знает, я всегда даю право на ошибку себе. И я всегда стараюсь слушать другое мнение, другое, кто скажет, может быть, я не прав, может быть, то, что я знаю, не совсем соответствует. Может быть, кто-то больше знает, может быть, кто-то лучше знает. Но люди с комплексом, они думают, что если кто-то лучше знает или кто-то знает, чего я не знаю, и я соглашусь с этим, значит, я хуже. При чем тут я хуже? Я хочу знать Божье, я хочу истину. Поэтому мне хочется слушать, что кто-то другой знает. Поэтому написано, что будь скоро вслышаны и медленнее в слове и если ты любишь истину ты будешь только и ждать чтобы кто-то говорил тебе ты будешь только ждать меня других людей даже если они меньше тебе даже если они ниже тебя даже если они твои ученики тебя интересно выслушать но когда кто-то начинает говорить и начинаем закрывать рот ты не человек истины ты человек гордости самолюбия даже когда ты уверен сто процентов что ты знаешь что ты говоришь надо все равно послушать вторую сторону вас может всегда есть кто-то кто лучше нас знает в чем-то даже если я знаю больше чем этого человека во всех остальных слушай жизни я все равно должен предполагаться что может быть в этом вопросе он кое-что знаешь его я не знаю конечно так оно и есть каждый человек знает что то что мы не знаем конечно же мы можем учиться у каждого человека и мудрость говорит о том что когда ты говоришь то что ты знаешь все время и ты уверен и ты утверждай свою правду и ты говоришь ты не слышишь то что собеседника говори ты остается только тем то что ты уже знаешь но когда ты можешь и позволяешь другим говорить ты обогащаешься ты начинаешь на то что они знают плюс того то что ты здесь знал до того но когда ты не слышишь и ты только говорит то что ты знаешь ты только в допустим я знал одну 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 истину и когда я его говорю только ее и говорю потому что то что я не знаю я не могу говорить то есть если я не услышал вас остаюсь только с этой истиной которую я знал но если человек 10 выстроится передо мной и я послушаю еще мнение этого этого все десяти я обогащаюсь на 10 новой истин плюс то что у меня есть даже если из 10 все говорят то что я уже знаю или они говорят ерунда кто-то что-то там просто скажет простудно свечи такой который но будет то что я не знал или не так видел вот почему я в шоке в домашней группе даже у меня в домашней группе кто-то начинает выступать никто уже не служит каждый целый со своими говорим боже мой как это что за гордость что за само мнение что за самоуверенность когда я не могу даже глаз оторвать или даже здесь кто-то свидетель свой я не могу глаз оторвать а кто-то в это время ванной дуракайка это не мудро когда любой человек говорит я должен искать новые истины новой мудро чему я могу учиться что ну там хорошо что я могу для себя использовать для других использовав надо всегда быть как ученик как ребенок это азат от показатель любви к истины все знаю что то чего я не знаю и если истина есть мои мотивация я постоянно хочу слышать что другое сказать чтобы учиться у других людей повтори этот второй пункт самокритичность это отношение к своим мыслям словам и поступкам без предубежденности в собственной правоте то есть не будь слишком уверен в собственной правоте даже если ты сто процентов уверен что ты прав не будь слишком уверен оставь оставляй какой-то дельту что а вдруг что-то кто-то знаю больше а вдруг я не прав а вдруг это называется право на ошибку третье самокритичность это отсутствие самолюбования при наличии самоуважения отсутствие самолюбования при наличии самоуважения есть другие люди которые знаю что они что-то знают и они уверены в твоей правоте в свой хорошо и это хорошо я не мог но то что я должен я правда после я вас пастор я вас учитель и я все даю вам эти все учения на этой неделе это потрясающе вы можете путешествовать по всему миру и не слышать такие проповеди я вам точно говорю но при этом я выхожу со цены и тут же готов любого человека слушать потому что кто-то свидетельствует искать что-то с другой стороны такой который я не знаю поэтому я постоянно говорю потрясающе вау 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 потому что я чему-то ушу не надо потерять голову потому что ты что-то больше кого-то знаешь следующее четвертое самокритичность это трезвая оценка себя и своих действий в различных обстоятельствах ты всегда должен действовать зная что если тебе надо будет повторять то что ты сказал и жене которые люди что-то сказали я сказал что ты сказал он уже не повторить потому что он не трезвый он не здесь он просто открывает рот и закрывает и все лед водный вот ты только что-то сказали вот кто меня знает да я могу повторять то что человек только что сказал а там человек уже не помню что что-то сказал потому что он не трезвый он не он не здесь и сейчас он вновь платно летит на облака или плавая на облака или ли но что-нибудь лишь бы открыть рот низи абитаким лекоместный ними надо всегда оценивать каждое слово каждое действие что ты всегда может быть в состоянии повторять ход дословно каждое слово что ты говоришь и каждое действие которые ты делаешь не должно быть у нас такое что я сказал а я уже не помню что я уже полетал нашу это легкоместный нас это доказательство что человек не само критичен к себе человек не критикует действие или слова прежде чем говорить а я как я понимал до того как я скажу что-то я уже строк сторон внутри себя перекрутил его да хотя я сейчас говорю с вами да быстро вроде бы я не перестану но каждый месяц я критикую и так можно так лучше скажу а если я так скажу а если я так скажу надо вести слова которые ты говоришь с разные точки зрения чтобы ты не просто открываешь рот и лешь воду это точно так же что ты ходишь по земле закрытыми глазами ты попадешь в яму это сочетание ума позволяющего увидеть свои промахи самокритичность это трезвая оценка себя и своих действий в различных обстоятельствах это сочетание ума позволяющего увидеть свои промахи и смелости позволяющий их признать поэтому когда ты можешь себя оценить и трезво до поступать и видишь что ты делай как ты делаешь ты можешь признать что ты не так сказать тут что ты ответ сказать или ты ошибся потому что ты висишь каждое твое слово и действие и пятое определение самокритичность это активное желание собственного личностного роста это значит смирение я так хочу знать правду я так хочу расти в истины я так хочу больше знать я так хочу расти я хочу ну я понимаю же заранее что я не прав я понимаю уже заранее что я не все знаю я заранее уже понимал что я еще не достиг я уже заранее знаю что я еще не знал что что я должен знать поэтому я уйду 2 секунде сjos areingen высостояние учиться в состоянии расти я это состоянии смирение и бог дает благодаря таким людям Преимущества самокритичности Первое Самокритичность дает направление Чему? Самокритичность, да Самокритичность дает направление чему? Самосовершенствованию Когда человек самокритичен Он постоянно становится лучше Это самый быстрый способ Экспресс Или как в Германии называют это Автобан Автобан Самосовершенствованию Самокритичность это автобан Самосовершенствованию Ты улучшаешься постоянно Когда ты читаешь Библию Ты видишь что нужно улучшить Когда ты слышишь других людей Ты видишь ему учиться Когда ты слушаешь проповеди Ты видишь где-то работают над собой Ты постоянно совершенствуешься Благодаря самокритичности Второе Самокритичность дает возможности Какие? Признать свои недостатки И отказаться от них Вау! Слабые точки Ты начинаешь видеть свои Это радость находить свои слабости Это счастье находить свои слабости Человек который любит истину Хочет обнаруживать Где дырки Чтобы я мог их закрывать Это счастье для него обнаруживать Но есть некоторые люди Которые попробуют им указать на свои недостатки Это кризис Они начнут с тобой так драться Потому что они глупые Слепые Они не привыкли самокритично Относиться к себе Обижаются Вместо того чтобы радоваться Что кто-то даже заинтересован в них Третье Самокритичность дает силы Для чего? Для объективной оценки Собственного я Ты думаешь что ты сар селеной Оказывается ты еще даже не сар села и колхоза Не то что сар селеной Ты даже еще не сар колхоза Поэтому самокритичность позволяет знать Что ты еще не красавец Ты красавец который ты думал Четвертое Самокритичность дает веру Веру во что? В собственные возможности Конечно Когда ты самокритичный Ты можешь начинать видеть Окей на то я точно способен А на это еще не способен Или на то я уже 70 работ сделал Давай я еще сделал 30% работы И ты можешь быть уверен Точно уверен в чем ты силен Где ты слав Пятое Самокритичность освобождает От чего? От нарциссизма И неуважительного отношения к окружающим Конечно же Самокритичность Когда она у тебя есть Ты сам постоянно ходишь Обозначая Ну осознавая что я сам еще не совершен Я сам грешник Я сам еще не то Я сам еще грешник Я сам еще Поэтому ты более благосклонно относишься к окружающим Ты не критикуешь всех подряд Ты не осуждаешь Ты знаешь что сам грешник Чего мне осуждать других-то? Ты более благородный к ним Потому что ты знаешь что я сам несовершенный Чего мне указывает кого-то Но охота за вегму Не устроить Я сам еще не это самое Я сам по благодати живу Давай я буду давать благодать другим Я сам грешник Прощенный благодать Давайте я тоже буду помогать другим тоже Давай буду давать тоже благодать другим людям Самокритичность это сила Проявление самокритичности в повседневной жизни Первое Профессиональная деятельность Самокритичность помогает человеку корректировать свои действия для достижения карьерных высот Конечно только человек который занимается самокритичностью растет в карьерной лестнице Потому что если допустим кто-то из вас видел Месседес 50-х годов Это совсем другие Месседесы чем сейчас Если кто-то из вас видел Волгу 50-х годов Это совсем другие Волгу сейчас Почему постоянно самокритичность Самокритичность позволяет им совершенствоваться Также в профессиональном плане Если я вижу что Если вы допустим пользовались компьютером 10 лет тому назад И говорите а мне уже не надо больше Вы не сможете вообще знать что уже есть интернет Уже есть имейл Уже есть еще что-то другое Самокритичность это ключ к карьерному росту и совершенству Второе Обучение Лучшие ученики это люди Обладающие здоровой самокритичностью Это качество помогает им Прикладывать усилия для получения знаний Не ограничиваясь верхоглядством Конечно Когда человек самокритичный Он занимается постоянно Я лично ваш пастор Который Поверьте мне Если вы найдете пастора Много пастора в мире Делайте список Самых 10 или 20 Самых ведущих пастора И начните их слушать Очень тяжело вам будет нарваться Или найти человека Который знает то что ваш пастор знает Или который достаточно такой глубокий Даже из топ 10 в мире Пасторей Но несмотря на это Я каждый день делаю вывод Для себя что я ничего не знаю Потому что сравнение с теми вещами Которые столько знаний в этом мире Не христианских только А вообще сколько знаний Сколько чего в этом мире Что я ничего не знаю Я каждый день к этому выводу прихожу И это меня заставляет заниматься Три часа в день Это если я занят Как сейчас Круглосуточно здесь Я все равно еду домой Приеду где-то в один Но в 12 часов Я три часа еще должен заниматься Я уже заниматься сейчас с утра Или два часа с утра Я проснулся Лег спать где-то два часа Проснулся где-то шесть часов Уже два часа позаниматься Я еще буду два часа заниматься дома А потом только Легу спать Минимум Когда я не занимался Вообще Я занимался над собой Три часа в день Но когда я свободен более Я занимался шесть часов Минимум Самообразование Нет ничего больше Чем самообразование в день Это должна быть Естественная жажда у вас Вы знаете что я обнаруживал Единицы Даже из моих учеников То ставить Такую Высокую планку себе Кто гонит себе Чтобы знать больше Каждый день А я даже Домашнюю группу Даю задание И то переписываю И то галочку ставлю Не то чтобы сам себе толкать Даже то что я толкаю И то Еле-еле Скрепом делаю Как будто самообразование И Ну Побуждение учиться Это вообще каторга Я им устраиваю Посмотрите Сколько людей Отбывают от моих домашних групп В год я осуществляю И а наши украинцы Здесь как будто Все в порядке Я уже Я уже приехал Я не закончил институт Институт вообще Даже если бы ты занимался бы Аспирантурой А 10 аспирантурой Помимо этих Это же программа Только Надо еще Все равно Заниматься собой Если бы ты даже Учился бы В 10 институт Одновременно Это все равно Недостаточно Помимо этого Надо все равно Делать самообразование Самообразование Самое важное Занятие в день В жизни любого человека Если вы не занимаетесь Самообразование в день Вы мертвы Конкретно Вы только живете За благодать Церкви Или пастора За то что тебе еще Что-то дают Вы не можете Бы конкретно способны В миру Вы не можете Бы конкретно способны Вы не можете Быть главой Тем более Тем более Первым А чтобы быть первым Потому что быть главой Надо постоять Оно заниматься Вы знаете Я благодарю Благодаря этому Не говорите Что благодаря Помозанию Нет Именно благодаря Этому Куда бы я не попал Президентами Но парламентариями Миллионерами Юшенами Но дипломатами Куда бы я не попал Я еще не оказался В своей жизни В ситуации Чтобы я чувствовал Что я потерялся Все всегда открывают рот Когда я говорю Все всегда в шоке Когда я говорю Даже если 7 миллионов Или 10 спикеров Самый лучший В мире А я все Совсем И говорю Выступают Когда я начну Говорить Все начну Говорить Боже Откуда он пришел Кто он такой Вот так Вы должны Себе сделать Качественным Человеком Станьте Качественными Человеком Станьте Качественными Людьми Чтобы вас Нельзя Было бы Игнорировать Чтобы Ротственники Ваши Не могли Вас Игнорировать Чтобы Ваши Соотечественники Не могли Вас Игнорировать Для этого Надо Толкать Себе И не только Считать Чтобы Ставить Галочку А надо Знать Моя Жена Тоже Так Живет Это норма Мы люди Царства Мы представляем Бога Мы не должны Заставлять Бога Краснеть Я думал Жадные Которые Из нас Бог Сам Краснеть А мы должны Жить Так Чтобы Бог Ну Чтобы Не Позорить Бога Я не родился Таким Я раньше Думал Господи Я всегда Думал Что Было бы Неплохо Считать Но я всегда Думал Господи Я не смогу Это делать Я не смогу Это делать Но я сам Это искусственно Возгревал В себе Что Я должен Себе Загнать Чтобы Начинать Ушиться Вы можете Тоже Это сделать Для себя Я сам Жених Чувствовать Себя Комфортно Я Перестал Себя Чувствовать Комфортно Если Я не Буду Заниматься Тридчаса В день Тридчаса Это Мой Минимум Это Когда Я Вообще Ничем Не Занимался Можно Сказать Я Либо Слушал Либо Чувствую Либо Считаю Либо Должен Я Не Только Где Духовная Литература Нет Все Где Я Чувствую Тьму Где Я Чувствую Что Я Не Въезжаю Не Достаточно Знаю Я Должен Туда Идти Разобраться Третье Научные Эксперименты Именно Самокритичность Помогает Деятелям Науки Отделить Случайные Погрешности От Изначально Неверного Посыла Все Духовные Все Научные Открытия Это Только Продукт Самокритичности Все Научные Открытия Это Потому Что Люди Что-то Делали Вчера И Сказали О Мы Это Еще Недостаточно Делали Давай Найдем Лучше Как Делать Как Эдисон Сказал 999 Раз Пробовал Как И Обнаруживал Как Неправильно Делать Пока Он Не Сделал Все Дальше Четвертое Слушайте Слушайте Смотрю На вас Такое Представление Что Я вас Гружу Вы На меня Так Смотрите Как будто Я На вас Я Как будто Я Вас Гружу Смотрю Народ Божий Что Вы На меня Реагируете Уже Уснули На меня Уснули На Мне Я Вас Гружу Да Я Я Гружу Да А Ты Избавиться От Меня Суда А Ты Избавиться От Меня Я Стал Для Вас Врагам Потому Что Вы Занимались Заслуживаю Ваши Вражды Да Что Подозрительно Ваши Это Самое Что Подозрительно Ваши Реакции Что Подозрительно Ваши Реакции Я Не Ваш Враг Я Ваш Тренер Поехали Дальше Четвертое Межличностное Общение Человек Охотно И Уважительно Прислушивающийся К мнению Окружающих И Не Считающий Себя Экспертом Одновременно Во всех Областях Знаний Проявляет Самокритичность Конечно Это Еще Почти Другим Людям Когда Мы Говорим С Любим Человеком Вы Знаете Есть Люди Которые В Разговоре Нельзя Их Рот Закрыть Как Сказать Если Кто Знает Пас Я Всегда Больше Знаю Что Я Говорю Я Слишком Много Знаю Я У Моя Деся Книг Которые Тем Которые Я Еще Не Успел Поповедовать Поэтому Я Слишком Много Знаю Я Могу Не Открыть Библию Не Открыть Книгу Не Открыть Компьютер До конца Жизни Я Буду Вместе О чем Говорю До конца Жизни Не Считать Ни Одну Больше Книг Я Буду Говорить Новое Все равно До конца Жизни Для Многих Людей Для Останик Мира Буду Говорить Новое Но Несмотря На Это Я Постоянно Мощ Стараюсь Мощ И Слушать Больше Но Это Не Только Проблема Здесь Я Одно Время Ездил В Мир И Занимался Что Ездил И Есть Такие Комнаты Как Комнаты Спикеров Называется Green Room Я Спикером И Спикеры Собираются Разные И Когда Спикеры Десять Человек Или Пять Человек Или Двадцать Человек Собрались Каждый Хочет Переблизнуть Других Или Как Это Сказать Да Пишет Линии Вести Перед Друг Друг Короче Каждый Такие Дески Сады А Это Мировые Живые Лишины А Я Там Стою И Моншу Я Вообще Принял Для Себя Решение Что В Эти Все С Комнаты Спикеров Я А Я Смотрю Что Они Говорят Господи Господи Помилуй Дай Мне И Я Всегда Считаю Своё Смирение Что Это Бог Меня Так Смирает Поэтому Смирает Я Я Смир 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 Я Моя Ушер Придёт Однажды Я Начинал Спикером Начинал Проповедовать И Они Все Шок А Чего Ты Моншал Ага 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 Ничего Я Моншал А Шиво Вы Лили Воду Та Поэтому Всегда Мудрее Когда Вы Собираетесь Людми Всегда Старайтесь Чтобы Дать Другим Говорить Слушайте Других Потому Что Возможно Вы Будете Ушиться Таким Образом Будете Скорее Вслышан Чем Слов Пятое Семейные Отношения Построение Семьи Это Всегда Поиск Взаимного Компромисса Люди Способные К признанию Собственной Неправоты И Поиску Компромисса Демонстрируют Самокритичность И У них Семья Более Устойчивая Когда Ты Умешь Слушать Твоего Партнера Это Больше Мира В доме Большего Больше Радости Большего Счастья В таком Доме ШМГ Я же Глава Семьи И все Короче И не Позволяешь Жене Открыть Рот Вообще Или Муж Не Может Открыть Рот Только Потому Что Я Жена Твоя Красивая Я же Вся Семья Красавица Что Тебе Брать Что С Тебе Взять Давай Я Буду Говорить И Все Как Достичь Самокритичности Ну что Давайте Наконец Напишем С вами Как Достичь Самокритичности Первое Работа Над собой Научившись Признавать Свою Некомпетентность В некоторых Вопросах Своё Несовершенство Человек Воспитывает В себе Самокритичность Да Постоянно Ходить В том Что Я Чего То Еще Не Знаю Я Нуждаюсь Я Чего То Не Знаю Я Больше Должен Знать Я Хочу Больше Учиться Притом Вы Должны Настроиться Учиться У каждого Человека С кем Вы Сталкиваетесь Даже Если Он Бомж Наркомал Алкоголик Всегда Будет Состояние Смирение Готовность Учиться У всех Дальше Второе Анализ Находите Возможность Для Ежедневного Уединения И Осмысления Произошедшего За день Не корите себя За ошибки Подумайте Как их Исправить И не повторять В будущем Анализируйте Свои действия Анализируйте Себя Время От Времени Свои действия Свои Будущие действия Это помогает Вам Расти Дальше Третье Действия Каждый день Совершайте поступок Который сделает вас Чуть лучше Чем вы были Вчера А это Самый лучший Поступок Это Саморазвитием Заниматься Ушиться Чему-то Каждый день Новое И второй Поступок Задавайте Себе Вопросы Единственное Что можно Самое главное Занятие В жизни Это Саморазвитие Изменение Но В самом Развитии Самое важное Дело Это Задавать Вопросы Копать Себе Задавать Себе Вопросы Задавать Другим Вопросы И Задавать Богу Вопросы Это Толкает Вас Вперед Георг Лифтенберг Выдающийся Немецкий Ученый И Публицист Наши Слабости Нам Уже Не вредят Когда Мы Их Знаем Да Поэтому В чем Я Еще Не Такой В чем Я Славный Что Я Еще Не Знаю Но Само Критиковать Себе Я Еще Не Здесь Так Это Благо Когда Ты Можешь Сам Критиковать Себе И Находи Где Мне Еще Меняться Где Еще Мне Измениться Если Кто Находит Кто Тебе Помогает Находить Свои Слабости Все Надо Радовать Сенить Этих Люди Насиловать Им Руки И Ноги Потому Что Они Тебе Помогают Стать Лучше Потому Что Если Ты Будешь Знать Эти Слабости Они Тебе Не Вредны Да Если Мы Не Критикуем Себя Мы Даже Не Видим Что Мы Во Мраке Ходим Если Мы Не Занимаемся Самокритичностью Мы Даже Не Видим Что Мы В Тьме Находимся Что Света Нет У Нас Но Когда Мы Самокритичны К Себе Тогда Мы Можем Иметь Суд Мы Можем Получить Правосудие Мы Можем Им Свет Потрясающее Дно Блага Нарушиться Самокритично К Себе Относиться И Сказ Что Не Меняться Постоянно И Внутри Себе И Другие Помогли Не Меняться Это Одно Самое Лучшее Благ Которое Осязаем Как Слепые Стену И Как Без Глаз Ходим Ощипью Спотыкаемся В полдень Как В сумерки Между Живыми Как Мертвые Это Состояние Людей Которые Не Занимаются Самокритичностью Саморазвитие Ну Это Люди Поне Ну Это Люди Ну Которые Просто Ходят В Отме По Ощупам Живут Ну Они Думают Что Они Лучше Все На самом Деле Смердят Помните Тот Нос Помните Тот Нос Все Мы Ревем Как Медведи И Стонем Как Голуби Ожидаем Сюда И Нет Его И Начинаем Смущаться Почему У меня Это Не Получается Вроде Я Хожу В Церковь Вроде Я Ту Тетя Не Занимай Само Улучшением Тетя Только Ну Как Мы Говорили Вчера Замаживали Как Там Зам Заминаешь Все Только Заминанием Ты Занимаешься Ты же Не Ходи В Отме Поэтому Ты Будешь Ждать А Почему У меня Ничего Не Меняется В Жизнь А Вот Почему Не Меняется В Жизнь Ты Не Хотел Смотреть Правду В Глаз Ты Не Хотел Смотреть С С С С С Ты Только Занимался Чтобы Скрывать Твои Славости Ничего И Не Измениться Ты Ждешь Перемены Ты Ждешь Что-то Положительное Что-то Светло В Жизнь А Он Не Приходит Ты Спратился Подвале Своего Серда Своей Жизни Ты Боишься Света Ну Это Незавидная Жизнь Незавидная Жизнь Спасение Но Оно Далеко От Нас Ибо Преступления Наши Многочисленны Пред Тобой И Грехи Наши Свидетельствуют Против Нас Ибо Преступления Наши С нами И Беззакония Наши Мы Знаем Вот почему Самое Главное Что Можно Делать Это Обнаруживать Где Я Еще Не Так Где Я Еще Не Так Господь Благи Мне Дай Мне Увидеть На Чем Я Еще Не Работаю На Чем Еще Не Работаю Потому Мы Считаем Библию Каждый День Чтобы Обнаруживать Что Я Еще Не Так Делаю Где Я Еще Не Измени Где Я Еще Должен Работать На Собой Где Я Еще Просите Друзей Пасскажите Мне Что У меня Не Так Иногда Практикуете Это Спрашиваете Не Что У меня Хорош Только А Что У меня Не Так Это Не Для Чтобы Гнобить Себе Говорить Что О Я В Депрессии На Три Месяца Ушел Потому Что Что Безответственность Какая Это Железемерие Что Я Ушел В Депрессии Три Месяца Потому Что У меня Что Не Так Саможалость Это Просто Нелюбви К Истине Это Ну Это Вообще Ну Это Другая Тема Короче Мы Изменили И солгали Пред Господом Видите Как Да И Отступили От Бога Нашего Да Говорили Клевету И Измену Видишь Что Тво Зачинали И Рождали Из Сердца Лживые Слова Вот Почему Я Показал Вам Эти Фильмы В общем Приводит Неготовность Говорить Себе Правду И Истину На Уровне Сраны Гибели Уничтожения Постромления На Целое Государство Которые Не Полюбили Истину И Суд Отступил Назад И Правда Стала Вдали Все И 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 Стала И И И И И Отдаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это. И противно было отчам его, что нет суда. Если нету истины, Богу дадим противно. Хоть он есть любовь, но Богу противно. Всякий человек, кто не любит истину, Богу противно. Такой человек. Первый вопрос. Назовите, пожалуйста, три самые распространенные ошибки людей, которые себя не критикуют. Три самые распространенные ошибки людей. Второй вопрос. Второй вопрос. Как вы понимаете Матфея 6, 22-23? Как вы понимаете Матфея 6, 22-23? Назовите, следующий вопрос. Назовите характеристики или качества человека, который только видит недостатки других. Который только замешает недостатки других. Какие качества? Человеку, который видит в основном недостатки других. Следующее местописание. Как вы понимаете Матфея 6, 13-23? Как вы понимаете Матфея 6, 13-23? С 3, 8-23? С 3, 8-23? С 3, 8-23? Следующий вопрос. Какая разница между осуждением и облечением? Разница между осуждением и облечением? Следующий вопрос. Согласно Галатам 6, 1-2, Галатам 6, 1-2 стихи. Как следует облечать людей правильно? Как следует правильно облечать людей? Как следует правильно облечать людей? Следующий вопрос. Что такое самокритичность? Ваши понятия рефлексии. Что такое самокритичность? Как это? Запятая. Запятая. Ваши понятия рефлексии. Следующий вопрос. Согласно первым коринфянам. Адинасет. Первым коринфянам адинасет. 31-32 стихи. Почему важно испытывать себя? Почему важно испытывать себя? Там, где я говорил о... Что такое самокритичность? Вам нужно дать хотя бы три определения самокритичности. Желательно до пяти дать. Я вам дал пять. Но хотя бы три дать. Следующий вопрос. В чем нужно дать хотя бы пять преимуществ самокритичности? Пять преимуществ самокритичности. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Сколько я ему уже дал? Девять. Следующий. Десятый. Как достичь самокритичности? Шаги. Как достичь самокритичности? Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует...